Еще одно знаковое событие в честь Дня Российской Науки, которого студенты ждут каждый год с особым трепетом и нетерпением – бал. Мероприятие, на котором можно окунуться в эстетику светского времени, былых времен проводят в Сургутском государственном университете в 11 раз. Кого выбрали королем и королевой в 2023-м, и каким сюрпризом для одной из участниц завершился бал. Об этом смотрите в сюжете Валерии Кудрявцевой. Бал приурочен к указу президента, к названию года. В этом году это год педагогов и наставников. Что касается самого бала, на балу представлены не только студенты, студенческие пары, но и преподавательский состав. Дело в том, что бал – это одна из площадок, на которой студенты смогут в неформальной обстановке пообщаться с профессорами, с доцентами университета. Соответственно, профессорский состав может определить себе непосредственно будущих аспирантов или увидит в студенте активность, которая пригодится ему в научной деятельности. Я нахожусь сейчас в окружении прекрасных дам, которые участвуют в бале «Науки». Они в не менее прекрасных костюмах. Хотя расскажи, что это за костюмы вообще и что они значат? Это национальные стилизованные костюмы республик, ранее входивших в состав Советского Союза. Готовились к балу «Науки». У нас была неделя на подготовку. Ставили проходку с элементами танца для того, чтобы во всей красе показать эти национальные костюмы. Как она ходила? Маша, ты только что нам показала какие-то чудеса? Там что-то есть? Там колеса у тебя? Нет, вот вы же говорили про подготовку. Я целую неделю этим занималась. За счет того, что обхват юбки очень большой, она широкая, и внизу ты можешь свободно быстро передвигать ногами, и кажется, будто бы ты не идешь, а плывешь. На балу выбирается король и королева. Причем от каждого института есть пара, которая претендент, и от преподавательского состава тоже обязательно участвует пара. Сегодня мы узнаем, кто станет королем и королевой. Дитул Короля Бала Науки 2023 присваивается Обухову Сергею Михайловичу. Формы, аплодисменты, друзья! Ну, это правильное решение, поскольку все же студенты, они временные, 4, 6, 9 лет, а преподавателей гораздо больше. Ну, вот мы, в частности, уже дорабатываем 30-й год. Как раз мы с начала восстановления университета, ну, с восстановления университета. Ну, это мы не по отношению к нам лично, а вообще к преподавателям. У нас много достаточно, которые уже по 25 лет оттрудились, 28 лет оттрудились, поэтому они вечные. Анастасия Александровна, я хотел бы, чтобы вы стали моей женой. АПЛОДИСМЕНТЫ Она сказала «да». АПЛОДИСМЕНТЫ